Я ходил в музей столько, сколько я себя помню, по той простой причине, что меня родители приводили туда еще совсем крохотным ребенком. Поскольку мои родители были искусствоведами, то я общался в этом мире. Они занимались современным искусством. И для меня мир искусства, мир художественных музеев с детства был абсолютно привычным и естественным. Поэтому выбор моей профессии крайне неоргинален. Я пошел по стопам своих родителей. Доктор искусствоведения. Я никогда не интересовался искусством по картинкам. Поэтому, собственно говоря, выбор был предопределен самой ситуацией. Я, естественно, интересовался в первую очередь русским искусством, которое нас окружало. И которое можно было видеть и изучать, никуда не едя прямо в этой стране. Я пошел в заосенную аспирантуру и одновременно пошел работать в музей в Третьяковском галерею. Это было в 79-м году. Очень традиционное начало карьеры для музейного работника. Первый отдел, в который я попал, так вообще тогда было принято. Это было экскурсионное бюро. Я просто был экскурсоводом Третьяковской галереи. А для меня это было дополнительно удобно, потому что экскурсовод занят на работе в то время, когда он воет экскурсии. А остальное время он свободен. Я писал диссертацию. Я занимался сначала экскурсиями, потом я занимался передвижными выставками, потом я работал методистом, учил экскурсоводов водить экскурсии и был заведующим соответствующим отделом. Дальше был организован отдел, который назывался отделом теоретических и прикладных исследований. Название такое несколько туманное, но в сущности говоря, это был в тот момент отдел, который занимался всякими вещами, которыми не могли или не хотели заниматься другие научные отделы. В частности, информационными технологиями. Первой мультимедийной программой, предъявленной посетителям в России, была программа, которая называлась «Из жизни Христа. Евангельский цикл Поленова». Это начало 1994 года. Это программа, которую делали мы, наш отдел. Что такое компьютер в 1994 году? Лучший компьютер. Это компьютер, который имеет 14-дюймовый монитор. Значит, существовала специальная плата. Которая переводила картинку, хранящуюся на компьютере, в формат телевизионного изображения. И рядом стоял компьютер, на экране которого шел только текст. А сама картинка проецировалась на рядом стоящий телевизор. А телевизоры уже были достаточно большими. И, так сказать, можно было поэтому. Вот эта вот программа «Из жизни Христа. Евангельский цикл Поленова» на выставке, она демонстрировалась именно таким образом. Это были два экранчика. Небольшой с текстом и большой телевизор, рядом с ним стоящий. И работала она там в демонстрационном режиме. Но технология развивалась стремительно. И уже в следующем году мы сделали нормальный, полноценный CD-ROM. Я считаю себя современником двух информационных революций. Первой информационной революцией стало изобретение общедоступного интерфейса Нортона. Второй информационной революцией стало изобретение сетевого способа хранения и распространения информации. Так вот, я могу сказать, что, конечно, я, как и всякий нормальный человек, стал работать с компьютером тогда, когда появился Нортон. То есть, в тот момент, когда исчез посредник между машиной и ее реальным потребителем. Вот тогда и начал. Значит, первое, что я делал, естественно, как и все, я пользовался компьютером как умной пишущей машинкой. То есть, ну, в режиме редактора. Я в Третьяковской игре проработал около 20 лет. Я пришел в начале 79-го и ушел в конце 97-го в Российский институт культурологии, в лабораторию музейного проектирования, ровно туда, где я сейчас работаю. Она существовала с года 87-го или 86-го. Ее задача входит модернизация музеев, значит, разработка программ развития, концепции, стратегии и создание новых музеев. Такому уже старшему поколению принадлежат в лаборатории два человека. Это я и мой коллега Владимир Юрьевич Дюкельский. Известный музеолог. И он как раз является единственным человеком, который работает в лаборатории с момента ее основания. Все остальные – это молодежь. Их у нас четверо. У нас нет ни одного музея-веда в лаборатории. Но у нас все музейщики. Значит, соответственно, это люди из разных музеев. В основном по базовому образованию это искусствоведы, историки, этнографы, археологи. Очень большая часть проектов лаборатории, она как бы не видна на поверхности. Потому что продуктом на выходе являются, я бы сказал так, идеи в чистом виде. Наиболее такими замеченными обществом и сообществом являются работы, связанные с созданием новых музеев. Ну, к их числу могу отнести, например, такие наши работы, если говорить про там последние несколько лет. Музей компании «Татнефть» в Альметьевске, музей «Человек и Чукотка» в Анадыре, музей в колокольне Ивана Великого в Москве. Под любой проект создается команда специальная. И в эту команду есть люди, которые всегда составляют ядро, сотрудники нашей лаборатории. А есть еще привлеченные специалисты, которые нужны для конкретного проекта. Вообще, я и всегда считал, и сейчас продолжаю считать, что все самое интересное происходит не в науках, а на стыках наук. Когда две какие-то разные области сходятся вдруг, то вот там-то и возникает такая точка роста, точка прорыва. Когда начинается что-то новое, то сначала поражает сама техническая возможность. Проблема с этими вещами состоит в том, что они, как правило, дают и очень яркий всплеск интереса, и мгновенно устаревают. Становится довольно быстро и ясно, что это, вообще-то говоря, инструмент. И в сущности, умение им пользоваться на первых порах, как всегда, с появлением нового инструмента, выигрыша оказывается тот, у кого лучше инструмента, кто лучше умеет им пользоваться. Дальше этот инструмент очень быстро в своем развитии опережает, грубо говоря, возможности человеческой головы. И в выигрыше оказывается не тот, у кого лучше станок, а тот, кто лучше придумал. И я там делал первый виртуальный музей в этой стране, в интернете. Виртуальный музей русского примитива назывался. В тот момент уже существовала технология Surround Video, которая позволяла дать, например, плавное движение внутри интерьера. Но все сидели на модеме. И поэтому мы сознательно отказались от плавного движения, а дали только поворот на 90 градусов внутри вот этого искусственного интерьера. Почему? Ровно потому, что мы тем самым лишили себя 95% пользователей. Сегодня имеет место совершенно другая ситуация. Сегодня я разговариваю с любым грамотным инженером. И говорю, слушай, говорю, мне нужно, чтобы вот тут в этом зале в воздухе висела скульптура и вращалась. Проблема только в одном. А зачем это надо? То есть проблема в гуманитарном содержании. А это вообще нужно? Это еще не вся правда. Потому что вторая правда состоит в том, что на сегодняшний день музей перестал быть храмом, он стал форумом. То есть он стал площадкой коммуникации. А раз так, то, соответственно, информационные технологии, они являются очень мощным средством поддержки и развития коммуникации. И музейная экспозиция, она в сущности говоря, прошла тот же путь в своем развитии в связи с информационными технологиями, я уже говорю, что и сами информационные технологии в некотором смысле. Потому что вот там тоже в музейной экспозиции было поначалу очень большое увлечение приемом, ну, средством. И, например, все как сумасшедшие ставили, скажем, информационные киоски. Почему? Потому что публику от них невозможно было оторвать. Если вы сейчас увидите, как выглядит информационная киоска в экспозиции, то убедитесь без труда, что к нему никто не подходит. Вот функция музея, это функция показа подлинного предмета, и это вот создание какой-то такой совершенно особой атмосферы, которая никогда не будет в виртуальном музее. То есть там тоже может быть какая-то атмосфера, но это будет не та, что в настоящем, все равно. Ну, виртуальный музей интересен, опять же, с точки зрения, ну, как бы это сказать, получения возможности доступа к тому, что для тебя недоступно в реальности. Да? И в этом качестве он будет существовать, развиваться и так далее. Но все равно есть магия подлинника. Информационные технологии пронизывают фактически все музейное пространство, но смысловой акцент с них переносится, уходит. По той простой причине, что они утратили свою аттрактивность, вот с точки зрения самой природы явлений. Сами средства в общем не интересны. Средства нужны для воплощения некоторых идей. Поэтому мое пожелание такое, пусть ваша инновационность и современность будет в области идей, в области содержания, в области контента, в области структур, а не в области железок. Железки умрут через полгода, а идеи могут жить долго. И... Продолжение следует...